Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском, в студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут мы расскажем вам о главных событиях города. На 71-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, известный художник Мингиш Абулкасов. Казахстанская геология остро нуждается в молодых специалистах. Начнем с печального известия. На 71-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, известный художник Мингиш Абулкасов. Поистине народный автор Мингиш Абулкасов стремился исследовать и открыть эстетическую сторону мира. Его привлекали сюжеты, рассказывающие о жизни казахского народа в прошлом и настоящем. С раннего периода его любимыми образами стали деревья, горы, степь, а любимой техникой – живопись и акварель. О тяжелой утрате Марк Брюшко. Менгиш Аблокасов родился в 1943 году уже на арке, в самом сердце Сарой Арки. Сдержанная красота степи, ее бескрайние просторы, прозрачный воздух – все это благоприятствовало развитию творческого дарования будущего художника. Здесь с реей природы проснулся талант живописца. 16-летним юношей Менгиш Аблокасов поступает в Алма-Атинское художественное училище. Очень сложно говорить о человеке, которого мы безвозвратно потеряли. Великолепный художник, талантливый, широкой души человек, очень порядочный, очень искренний, очень честный, ну и очень настоящий друг. В Караганде с 1965 года молодой художник Аблокасов активно участвует во всех выставках. Становится членом Союза художников СССР. В 70-е многое с интересом работает в монументальном искусстве. Свой талант художник успешно использует в росписи, мозаике, резьбе по дереву и чеканке. А в живописи пишет портреты советских тружеников, шахтеров, рабочих. Его герои всегда живут какой-то неспешной, сосерцательной жизнью. Его работы очень высоко оценивают. Его работы все очень любят. В 90-х годах появляются картины, заставляющие нас задуматься о проблемах экологии, в которых выразительность достигается путем особого цветового решения и некой стилизованностью в рисунке, помогающей лучше передать чувство боли и скорби. Именно в этот период Мингиш Мауленович становится директором Карагандинского областного музея изобразительного искусства, который он возглавлял на протяжении 15 лет. С художниками они выехали на родину Аубакира Исмаилова, поселок Доленко, недалеко от Караганды. И там с кисточкой в руке, как настоящий художник, с ним случилась беда. Ну и буквально через два дня мы его потеряли. Прощание с Мингишем Албулкасовым пройдет завтра, 29 августа, в 11 часов утра в городской мечети номер 1. Марк Брюшков, Сергей Високосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде с аллеей футбольного клуба «Шахтер», открытие которой состоялось 24 августа, пришлось временно убрать с культуры мяча вместе с постаментом. Горожане, заметив, что главная достопримечательность аллеи исчезла, подумали, что ее украли. Поспешил всех успокоить Олег Хмеленин, заместитель начальника городского управления скверами и парками культуры и отдыха. По его словам, мяч не украли, его временно убрали с аллеи. Дело в том, что мяч делали в спешке, поэтому теперь изготовят из гранита и поставят на прежнее место уже сегодня. В Тимиртау сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом был задержан 35-летний безработный житель. В его квартире на балконе обнаружили и изъяли наркотические вещества. Героин весом около килограмма, гашиш свыше килограмма и 14 грамм марихуаны. По оперативным данным, мужчина собирался сбыть наркотические вещества. В его отношении возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В Карагане прошли показные тактико-специальные учения на тему чрезвычайных ситуаций, вызванные разрушительными землетрясениями. Занятие проводил учебно-тренировочный центр войсковой части 52-859 МЧС РК. Основная цель этого мероприятия – проверить боевую готовность батальона. Амина Смакова подробнее. Организаторы мероприятия постарались включить в подобные практические учения все виды чрезвычайных ситуаций. Среди них – ликвидация аварий на химическом опасном объекте, тушение очага возгорания в автомобиле, извлечение пострадавших из салона и из-под автомобиля при возникновении дорожно-транспортного происшествия, деблокирование пострадавших из-под завалов и многое другое. Проводятся большие серьезные учения в нашем полку гражданской обороны, которые ставятся на территории Караганинской области. Данный полк специально сформирован для оперативного оказания действия, помощи при возникновении крупного масштаба чрезвычайных ситуаций. Спасатели должны уметь не только пожаротушить, но и по скалам лазить. Ведь ситуации бывают самые разные, особенно связанные с высотой. Они должны использовать все свои физические возможности, тем более, что у многих спасателей большое будущее, и они уже делают успехи в своем нелегком деле. В связи с скалам лазить, я пришел в МЧС. Если закончу службу, поступлю МЧС в нашу городскую службу. Там МЧС делится на отделение, я пойду, наверное, в горное отделение, там буду работать. Учения прошли без происшествий. Подготовка этого мероприятия проходила в течение месяца. Результат налицо. Со всеми заданиями участники справились на все 100%. Амина Смакова, Шлана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама. Оставайтесь на Первом. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 5 июля был подписан закон о Национальной палате предпринимателей, который был создан для того, чтобы консолидировать бизнес сообщества для решения сложных задач в сфере экономики. Об этом и о многом другом говорилось на встрече чиновников и предпринимателей Сакаровского района. Подробнее в следующем материале. В рамках акции чиновников и предпринимателей пройдена встреча местных исполнительных органов с предпринимателями района. Мероприятие проведено под предварительством прокурора области Александра Агая. В рамках акции чиновников действуют какие-то там непрозрачные схемы перекупщиков, которые скупают по низкой цене, а гражданам уже продают по ценам действительно рыночные. Вот в этой части что-то делается. Я партию в Караганде в основной политике, именно район районного штата. Основные вопросы, которые затрагивались на встрече, касались административного давления на предпринимательство, взаимодействия органов власти с субъектами предпринимательства, а также реализации программ, направленных на развитие этой отрасли. За докладами выступили представители местных исполнительных органов Асакаровского и Бухаржираловских районов, а также представители ассоциации предпринимателей. А были уволены 6 сотрудников финансовой полиции, включая первого заместителя финансовой полиции в области, и самому начальнику дали служебные несоответствия. Это то есть оперативная работа областной прокуратуры в пандемии, когда мы работали непосредственно. То есть хотели закрыть там деятельность предпринимателя, приостановить, точнее. Марк Бышкот, Леген Рашидов, Марат Кулкенов, 1-й Карагандинский. Казахстанская геология остро нуждается в молодых специалистах. Об этом шел разговор на образовательно-практической конференции молодых специалистов геологических организаций, которая прошла в Караганде. Впервые за годы независимости республики проходит подобная конференция молодых геологов. Необходимость серьезного разговора назрела давно. Сегодня сырьевая ресурсная база страны является одной из крупнейших в мире. Но тенденция истощения природных богатств уже коснулась Казахстана. Пример тому Жасказганский регион. До сих пор использовались насыщенные руды. Остальные, не слишком богатые содержанием, откладывались на потом. Сегодня необходимо не учиться рационально использовать сырьевую базу, а уже работать по этому принципу. Для этого нужны молодые специалисты. Геологи старшего поколения, внесшие неоценимый вклад в развитие горнодобывающей промышленности, сегодня по возрасту не могут активно работать в поле. Не изучая геологических дисциплин, нельзя говорить о геологической отрасли. Необходима реорганизация системы образования. В Казахстане только в трех вузах преподают геологию. Очень накладно для государства заниматься переобучением специалистов, чтобы пополнить ряды геологов-практиков. На эту проблему мало обращали внимания. Президентом нашей страны поставлена задача восполнить минерально-сырьевую базу нашей страны, для того, чтобы наша страна могла стабильно работать в будущем, в дальнейшем развиваться. Начиная с нефти и кончая углем, наша страна имеет огромные богатства. Но эти богатства должны отрабатываться рационально. Конференция должна дать толчок, чтобы молодые люди пошли в геологию. Не только за романтикой, а за конкретным делом, которое поможет Казахстану в мировой конкурентной борьбе. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Архив Карагандинской области организовал фотодокументальную выставку «Основной закон основа стабильного Казахстана». Она посвящена Дню Конституции нашей страны и пропагандирует основные принципы построения нового современного государства. Это независимость, стабильность и мир. Архивные ценности не могут быть оценены с помощью денежного эквивалента. В документах сохранены шаги истории. В архивных материалах хранятся по сегодняшним меркам особо ценные документы, отражающие политическую направленность в разработке основного закона Республики Казахстан. В архивных материалах содержится информация об обсуждении проекта Конституции, данные по избирательным участкам, о ходе голосования, чтобы передать ту атмосферу, которая была 18 лет назад, когда народ Казахстана с надеждой ждал нового закона, новой жизни и с большой ответственностью подошел к обсуждению проекта и участию в республиканском референдуме. Об этом все свидетельствуют выписки из архивных материалов 1995 года. Сегодня высшей ценностью правового и социального государства Казахстан стал человек, его права и свободы. Народно-геморганическая партия Нур-Отан стала основным проводником государственных идей в построении обновленного Казахстана. Сегодня Нур-Отан – это единственная политическая сила, которая может реально воплотить все идеи и проекты, инициированные лидером нации по реформированию и модернизации экономики и политической системы в республике Казахстан. С момента создания партии имеет депутатское большинство в парламенте республики. Также убедительная победа была одержана и на выборах Маслехата. На выставке были продемонстрированы документальные фильмы о Казахстане, о развитии нашего региона. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. На этом у меня все. Далее с новостями спорта вас ознакомит мой коллега Берий Копаров. Здравствуй, Берий. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Сегодня в ночь с 28 на 29 августа в 0 часов 30 минут на стадионе «Шахтер» начнется прямая трансляция ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором наши горняки постараются отстоять небольшое преимущество в два гола, добытое на Астана-арене над шотландским Селтиком. Приходи и поддержи команду. На чемпионате мира по дзюдо в Бразилии казахстанец Азамат Муканов в весе до 66 килограммов показал второй результат. На пути в финал Муканов в предварительном раунде одолел россиянина Али Магаданова, сингапурца Жоэля Ценга, британца Колина Уатеса и японца Масааки Фукуоку. В полуфинале казахстанец был сильнее украинца Георгия Зантария. А вот в финале японец Масаси Эбинума не дал Азамату увезти первенство в золотую медаль. Эта медаль стала первой для Казахстана на чемпионате мира. Ранее в весе до 60 килограмм елдосметов и Асхат Тельманов показали седьмой результат. Это все спортивные новости первого Караганинского. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин